Всем привет! Сегодня мы будем создавать Recycler View Adapter. Знаю, что многим эта тема не нравится, но от этого никуда не деться. Итак, если вы хотите поддержать канал, все возможные способы найдете в описании к этому видео. А также, если вас интересует новый курс GPS Tracker, тоже ссылку найдете в описании к этому видео. Так, ну все, давайте без лишнего болта вниз, сразу перейдем к делу. Открываем наш проект, идем в наш bt-dev, это наш модуль. Для Recycler View Adapter что нам понадобится? Нам понадобится специальный дата-класс, где мы будем хранить данные одного элемента. Разметку мы уже создали для одного элемента на прошлом уроке. И сам Recycler View Adapter. Ну и сегодня мы его проверим. Итак, идем в наш пакет, где находится баз-активити. После этой активити мы переделаем на фрагмент. В этом пакете создаем новый класс, Kotlin Class File. Это у нас будет дата-класс, потому что мы там будем хранить информацию одного элемента. И назовем, к примеру, listItem. ListItem. Готово. Все. И здесь у нас всего будет несколько элементов. Это у нас будет name, то есть мы будем хранить название нашего Bluetooth модуля, который мы нашли. И еще мы будем хранить его MAC-адрес. Это у нас будет MAC. Все. Пишем string. Готово. Все. Дата-класс создан. И теперь переходим к самому сложному. Это у нас RecyclerViewAdapter. Ну, в принципе, тоже не очень сложно, если вы уже его много раз делали. Итак, создаем класс. Будет называться у нас, к примеру, listItemAdapter. ItemAdapter. ItemAdapter. Он должен унаследоваться от listAdapter. Но здесь смотрите внимательно. Здесь есть разные. Нас интересует listAdapter, который находится в пакете RecyclerViewWidget. Видите? Не перепутайте. Потому что есть еще и другой, где у нас есть. Так, listAdapter. Вот оно. Видите? Просто виджет. Этот работать не будет. Вот этот нужен. Все. Выбрали. Открываем тригольные скобки. И сюда нужно будет передать наш класс, который мы только что создали. Это listItem. Таким образом, мы указываем нашему адаптеру, что у нас в списке будут вот эти вот элементы. Храните информацию. Это listItem. И нам нужно передать специальный холдер. Давайте назовем его просто myHолдер. Вот и все. Чтобы сильно не мучиться. myHолдер. Это класс специальный. Мы его еще не создали. Можем сразу вот здесь, в этом классе, создать. Вот пишем просто класс. Так. Класс. Это у нас будет myHолдер класс. Нужно у него создать конструктор. И сюда мы будем передавать view. То есть это будет разметка одного элемента, который мы хотим хранить в этом холдере. Этот холдер будет хранить информацию о разметке. То есть всю нашу разметку. И таким образом мы сможем показывать на экране с помощью нашего адаптера все элементы. Указываем, что он наследуется от RecyclerView.viewHолдер. И сюда нужно будет передать этот view, который мы передадим после. Нашу разметку. Все. Вот так выглядит. Теперь нужно импортировать наш myHолдер. Все. Выбираем импорт. Видите, просто добавилось название itemAdapter. Что этот класс myHолдер находится внутри вот этого класса. ItemAdapter. Открываем, скрываем фигурные скобки. И здесь создаем функцию, с помощью которой мы и будем заполнять элементы. То есть у нас каждый этот элемент, myHолдер, будет хранить в себе разметку. Допустим, если у нас там 50 элементов в списке, то будет 50 разных разметок. И у каждой разметки своя ссылка. Она будет храниться вот здесь, myHолдер. И с помощью этой разметки, то есть с помощью этого класса мы и будем заполнять эту разметку. Потому что нужно будет показывать разные имена наших элементов. А именно наших Bluetooth-устройств, которые мы нашли, либо которые уже были в списке. Назовем, к примеру, bind. Это будет у нас функция bind. Сюда мы будем передавать, допустим, назовем item. Это будет listItem. Здесь укажем widthBinding, то есть будем использовать viewBinding. Это я уже много раз рассказывал, поэтому сильно не останавливаюсь на этой теме. Пишем private. Это у нас будет privateVal. Назову B просто. Это будет наш viewBinding. Это будет listItem viewBinding. Но у нас здесь этого нет, потому что в этом модуле, в это DEV, мы не подключили viewBinding. Мы подключили его в другом модуле, видите? BuildGraddleModel, BluetoothModel. А нас интересует вот здесь еще. BtDev. Так что здесь тоже выбираем buildGraddle. И добавляем сюда в Android. Сразу после KotlinOptions добавляем buildFutures. 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 Открываем, закрываем фигурные скобки. И здесь у нас будет viewBinding. ViewBinding будет у нас true. Готово. Синхронизируем наш проект. Идем в itemAdapter. После синхронизации. Так, все закончилось. Отлично. Мы сможем найти наш listItemBinding. Так, listItem. Вот оно уже. Binding. Это и есть наша разметка, которую мы создали на прошлом уроке. Все. Точка bind будем делать. Мы сюда передадим view. И передадим его в наш viewBinding, чтобы подключить его. Таким образом у нас теперь есть бандинг, который мы передаем в нашу функцию. И готово. Открываем, закрываем фигурные скобки. Все. Функция готова. У нас есть бандинг, то есть разметка, которую мы получим в виде view, когда мы эту разметку надуем. И у нас есть функция для того, чтобы эту разметку заполнять. После вы увидите, как это делается. И здесь просто прописываем теперь логику. Пишем name. Почему я пишу name? Потому что так я дал в нашей разметке, которую мы сделали на прошлом уроке, если кто-то забыл. Смотрите. Мы назвали. Вот здесь у нас будет имя. Это у нас name называется, идентификатор. А вот этот текст view это mac. Но это у нас checkbox. Все. Поэтому я пишу здесь name. Я же добавил в view binding. Текст равно. Берем из айтема, из даты класса, который мы только что создали, name. Мы его после будем заполнять и передавать сюда список с этими элементами. List item. Там будет столько элементов, сколько у нас в литус устройств. И все это будет показываться в списке. И теперь в текст view, который я назвал mac, в текст передаем опять же из айтема уже mac адрес, чтобы это тоже все показать. После уже мы настроим здесь, чтобы у нас еще работал checkbox. Пока что мы это делать не будем. Все. Дальше что нам нужно? Дальше здесь мы открываем круглые скобки. Можно было это сразу сделать, без разницы. И сюда нужно передать компаратор. Про него я тоже уже не раз рассказывал. Это у нас специальный класс, который будет следить, если мы обновляем список. То есть у нас есть уже список, и мы новый передаем. Этот компаратор класс будет проверять, нужно ли обновлять или нет. Потому что если там уже одни и те же элементы, нет смысла их обновлять. Поэтому он за этим будет следить. Зовем компаратор. Все, компаратор. И он наследуется от класса default callback. То есть это не наш собственный класс. И там есть item callback. И указываем, что этот компаратор, item callback, будет сравнивать list item. То есть видите, я придаю сюда, с какими элементами будем работать. Вот здесь, в треугольных скобках. Это у нас list item. Один элемент из списка. Все. И теперь нас просят импортировать методы, которые есть у этого класса. А это у нас are items the same и are contents the same. Выбираем OK. Все. Ну и здесь мы прописываем логику, как он будет сравнивать. В нашем случае у нас все просто, поэтому делаем return. И сравниваем old item, то есть старый элемент из старого списка, и new item, элемент из нового списка. Если они одинаковые, то тогда он будет знать, что не нужно обновлять. А если они разные, то будет обновлять. И здесь то же самое. Все. У нас здесь все по-простому. Дальше что делаем? Этот компаратор теперь передаем вот сюда, в наш класс list adapter. Компаратор. Открываем, закрываем круглые скобки. Все. И остается у нас последние два метода, которые должны быть в RecyclerViewAdapter. Это один метод, который называется uncreateViewHolder. То есть мы же создали наш ViewHolder. Вот он он. MyHolder. Вот его мы и будем создавать, потому что мы пока что просто класс создали. Он ничего не делает. Мы просто указали его, но теперь его нужно использовать. Поэтому вот здесь вот в этой функции он и будет создаваться. Мы надуваем разметку, помещаем это в наш MyHolder, и это все сохраняется в памяти. И так для каждого элемента. Поэтому у нас в реальности будет храниться не просто разметка, а весь класс вот этот. И у этого класса уже есть функция для работы с этой разметкой, как заполнять ее. Вот, в принципе, все. Создаем таким образом. Пишем val. Это у нас будет view. То есть нужно создать view, надуть его. Нашу разметку, которую мы создали на прошлом уроке. И теперь берем просто layoutInflator.from. И мы его берем из parent.context. То есть нам нужен контекст. Все. Это нам выдает layoutInflator. И там есть функция inflate. Надуваем разметку. Какую? r.layout. Так, r.layout. Здесь у нас есть listItem, разметка. Дальше сюда нужно передать some parent. И false. Все. Давайте перенесем на следующую строчку. Все. Таким образом, эта функция запустится столько раз, сколько у нас элементов в списке. И теперь нам нужно создать столько viewHolders и вернуть каждый holder каждый раз, когда запускается эта функция. Поэтому пишем return. И берем myHolder. То есть создаем класс и передаем в него этот view. Так что эта разметка каждый раз создается. Раз, два, три, четыре. И создается новый класс. Но всегда это разные инстанции. Это не одна и та же. То есть это разные разметки. Они в разных местах памяти находятся. Все. И теперь нам нужно эту разметку заполнять. Каждый раз, когда создается новая разметка, создается наш myHolder. И мы должны заполнять это все. И для этого есть еще один метод, который называется unbindVHolder. Все. Его добавили. И у нас класс будет готов. Ну, здесь нужно прописать логику, как мы заполняем эти элементы. А для этого мы уже все прописали. У нас есть holder. То есть наш myHolder. Берем эту инстанцию, когда она уже создана. И там есть функция bind. Поэтому мы указываем bind. И теперь нам нужно взять список, который мы передали. То есть информацию. И там есть listItem. Каким образом мы берем? У нашего листа адаптера, у класса, есть функция getItem. Мы берем по позиции. А позиция, как вы видите, нам пришла. То есть нулевая позиция, значит здесь будет нулевая. Первая. Первая. Вторая. Вторая. И нам приходит, какая позиция была нарисована. Вот мы отсюда берем позицию. Поэтому с помощью getItem из списка возьмем нужный элемент с данными. И заполним имя и MAC адрес на данной позиции. И на каждой позиции будет разное. Все. Вот таким вот образом мы создали наш адаптер. Теперь идем в база-активити. Вот здесь в нашем bt-dev модуле. И сделаем проверку. После мы здесь заменим на фрагменты. Ну пока что давайте так проверим. Здесь укажем наш, как называется, фрагмент-лист. Там у нас что находится? Там находится разметка, которую мы создали. Видите? Нас интересует вот этот RecyclerView, потому что здесь тоже будет работать. Мы проверим только один. С помощью RecyclerView адаптера заполним здесь ложными элементами. Сами их придумаем. Для этого давайте создадим функцию для инициализации нашего RecyclerView. PrivateFun. Назовем, к примеру, init rcview. Все. И здесь мы будем брать наш view. Здесь находим наш rcview. Пишем rcview равно findviewbyid и по идентификатору находим. Указываем, что мы ищем RecyclerView. И идентификатор данного RecyclerView, кажется, называется у нас RecyclerView Pirate Devices. r.id.rcviewpirate. Вот уже выходит. Все. Мы нашли наш RecyclerView. Теперь самое первое, что нужно сделать, это указать у него, как будет выглядеть наш список. Я хочу, чтобы он был по вертикали. Поэтому указываю LayoutManager равно LinearLayoutManager. LinearLayoutManager. И здесь указываем this. Нужно указать контекст. Дальше нам нужно инициализировать наш адаптер. Поэтому пишем адаптер равно. Это у нас будет itemAdapter. Все. Мы его инициализировали. Наш адаптер созданный. И теперь его нужно передать в RecyclerView. Пишем rcview.adapter равно наш адаптер, который мы инициализировали. Все. Вот теперь все вместе собирается. И теперь нам нужен список с устройствами, чтобы там показывать. Но это у нас просто проверка, поэтому давайте создадим функцию, в которой мы будем сами создавать какие-нибудь ложные устройства. Поэтому я создам private fun. Это у нас будет, к примеру, create device list. И эта функция нам возвращает список с нашими listItem. Все. Открываем, закрываем фигурные скобки. И теперь просто запустим простой цикл и in 0 until до, пусть будет, не знаю, пусть будет у нас там 5 элементов в списке. Все. Этот цикл запустится 5 раз. И что я здесь хочу сделать? Хочу заполнять список и вернуть этот список с устройствами. Поэтому давайте создадим переменную для этого. Это у нас будет называться list. Так. List равно. Но это у нас будет array list из элементов, не так написал, listItem. Все. Открываем, закрываем круглые скобки, потому что это класс. Все. И теперь просто-напросто в этот список добавляем ложные элементы. Для этого просто пишем list.add. Все. Добавляем. И сюда добавляем наш listItem. Создаем listItem. Указываем имя. Пусть будет у нас, к примеру, device. Device. И мы здесь будем указывать индекс. Вот этот. Просто чтобы сгенерировать разные названия. Будет device 0, device 1, device 2. У нас же запускается раз, два, три, четыре. Столько раз, сколько мы здесь указали. Поэтому этот индекс каждый раз будет разный. Из-за этого название изменится. Сюда придаем и. Все. И MAC адрес нужно. Давайте придумаем. У всех будет одинаковый. Пусть будет 34, 56, 89, 56. Все. Вот так подойдет. Готово. У нас создается список с пятью элементами. И сразу после того, как мы создали, закончится цикл. Мы берем и делаем return. Возвращаем список. Все. Теперь, как только мы инициализируем наш рейтсайд, мы берем ее адаптер. Подключим все. Сразу в адаптер передаем этот список. Пишем adapter submit list. Submit list. И пишем create device list. Все. Нам выдаст список. Это передастся в адаптер. Адаптер обновится. И мы увидим на экране все, что нам нужно. Теперь просто-напросто в этом activity запускаем init.rc.view. Единственная проблемка, что это activity, оно находится в пакете bt.def. И оно не запустится. У нас запускается main activity. Поэтому в main activity давайте сразу пропишем запуск activity из нашего Bluetooth модуля. Запускаем. Здесь мы укажем intent. То есть в intent мы укажем, какую activity хотим запустить. Я написал start activity, intent. И указываем контекст this. Это и есть наше activity, где мы находимся. И то activity, которое мы хотим открыть. Но у нас оно находится в другом модуле. И нужно добавить зависимость. Но мы сейчас это сделаем автоматически. И посмотрим, что же там добавилось. Смотрите. Мы можем писать base activity. Activity. Но ничего не выходит. Если мы выберем подсказку, то нам предлагает добавить dependencies. Видите? Unmodule, Bluetooth, бла-бла-бла. Выбираем. Бум. Все, добавилось. Все равно продолжает гореть красным, но уже предлагает импортировать из этого модуля. Все, я импортировал. Если мы откроем сейчас файл buildgradle для этого модуля, для модуля app. Он находится вот здесь. Видите? Buildgradle.module.app. Открываем. Мы увидим, что здесь добавилась вот такая зависимость. Могли бы ее сами вручную прописать. Implementation. Project. То есть она находится в проекте. И путь. В одинарных кавычках пишем двоеточие и название нашего модуля. Bt.dev. Вот он. Вот и все. После этого мы можем использовать эти классы. Ну и здесь нужно указать двоеточие, двоеточие, класс.java. Как всегда мы это делали. Так что теперь, как только откроется это activity, сразу запустится на следующий activity. Это база activity. И там мы увидим список из этих элементов. Если мы все правильно сделали. И на этом урок будет закончен. Так, запускаем. Так, пока что у нас здесь ничего нету, как вы видите. Запускается. Все. Открывается сразу новая activity. И вот здесь, смотрите, появляется наш список. Вот показывает 0, 1, 2, 3, 4. То есть 5 элементов. Но начинается с нулевой позиции. То есть 0. Поэтому у нас 5 элементов. Но последний элемент это 4. Потому что есть еще 0. 0, 1, 2, 3, 4. Все отлично. У нас пока что не убирается слово пусто. Потому что мы эту логику еще не прописали. Это мы все сделаем. Также можно сразу отметить много элементов. Так быть не должно. Мы это все тоже исправим. Но это уже будет все на следующих уроках. Давайте сейчас уберем еще вот отсюда. Я не хочу здесь action bar. И не хочу status bar. Сделаем full screen. Чтобы только наш экран был. Для этого идем в тему нашего основного модуля. APP. Здесь у него есть dem. Давайте ночную тему удалим. Нас это не интересует. Лишний геморрой нам не нужен здесь. Заходим в тему dems. И здесь мы добавляем 3 элемента. Первый элемент это у нас будет window full screen. Указываем true. Чтобы у нас был full screen. Без статус бара. Без верхней панельки этой. Дальше мы указываем item. У нас есть еще window. Пишем action bar. Указываем action bar. False. Не хотим action bar. И еще здесь смотрите внимательно. Есть у нас window. No title. No title имеется ввиду. Мы хотим чтобы не было заголовка. И мы должны здесь указать true. То есть согласиться. Да. Мы хотим чтобы не было заголовка. А то иногда здесь пишут false. И думают что таким образом убирают заголовок. И выходит ошибка. Потому что исчезает action bar. Но если вы укажете здесь false. То есть это просто-напросто означает. Вы хотите чтобы не было заголовка. А вы указываете false. Нет. Я хочу чтобы был заголовок. Значит появится заголовок. Попытается нарисоваться заголовок. Но где если уже action bar нету. Панельки этой нету. И выйдет ошибка. Все. Поэтому здесь нужно чтобы было true. Window full screen. True тоже. Потому что мы хотим чтобы у нас был полный экран. Без статус бара. Мы хотим чтобы у нас было без заголовка. Тоже true. И мы хотим чтобы у нас был action bar. Мы указываем false. Нет. Чтобы не было action bar. Готово. Запускаем. Проверяем. И на этом урок у нас будет закончен. Все. Видите. Все отлично. Все работает. Список появился. Наш адаптер сработал. Мы сможем уже писать код для того чтобы работать уже с реальными списками. Чтобы их получать. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Если хотите поддержать канал. Все возможные способы найдете в описании к этому видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если еще не подписались. И жду вас на следующем уроке. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok